Мне снилось, Киев будет окружен, Киеву выдвинут ультиматум, весь мир замер. Я хочу вам сказать, что не получилось окружить Киев в самое трудное время, не получится окружить и дальше. Киев очень хорошо укреплен, в Киеве очень много войск, оружия, на подступах к Киеву тоже. Подошли очень хорошие оружейные системы из стран наших партнеров, поэтому я думаю, что все будет хорошо, я уверен в этом. Если Путин сдохнет, война закончится, у меня есть сомнения, только силой вопрос решится. Во-первых, что касается Путин сдохнет, я жду этого дня с нетерпением. Я каждый день просыпаюсь с мыслью, когда он сдохнет, и каждый день засыпаюсь с мыслью, чтобы он скорее сдох. И точно так же, поверьте, миллионы украинцев по всему миру, где бы они ни находились, и многие россияне тоже, ждут одного, когда эта паскуда сдохнет. Если Путина не будет, а его не будет все равно, рано или поздно, уверяю вас, Россия тут же пойдет по другому пути, потому что те, кто придут к власти в России после Путина, естественно, захотят быть частью цивилизованного мира. У них в головах вавок этих исторических и фантомных болей, как у Путина, нет. Им не хочется убивать детей и расстреливать мирные украинские города, потому что они понимают, что им негде будет скрыться от возмездия. Поэтому я уверен, что как только не станет Путина, Россия пойдет по цивилизованному пути, станет нормальной европейской страной, будет дружить с Украиной. Правда, после того, как публично покается, отдаст все, что награбило, восстановит нашу инфраструктуру, города и мирным жителям, которые пострадали, семьями их заплатит за смерть кормильцев и за смерть просто близких членов семей. Мы с вами это время увидим. Это кажется, что когда оно будет, оно будет вот-вот, скоро. И наши доблестные вооруженные силы это время приближают. Как относитесь к Казахстану? С любовью. Очень люблю Казахстан. Очень люблю казахов. Замечательный, гордый народ, потомки Чингисхана. Люблю Алмату. Теплый, хороший, прекрасный город. Люблю другие города Казахстана. Замечательно. Так, будет ли суд над российскими пропагандистами? Могу ли я в Германии, как частное лицо, подать на них в суд? Я не знаю, как в Германии. Для этого надо изучать немецкое законодательство. Но в суде над пропагандистами уверен. Потому что вина пропагандистов в расстрелах, в убийствах украинцев, в геноциде украинского народа, в войне этой страшной, бессмысленной, беспощадной, которую развязал путинский режим, вина пропагандистов огромна. Они разжигали ненависть все эти годы, они отрабатывали кремлевские нарративы. И я совершенно уверен, что если Путин к тому времени будет жив, на одной скамейке с Путиным, с Медведевым, с Патрушевым, с Шойгу, с Матвиенко, с Герасимовым, с другими этими чудовищами будут сидеть такие упыри, как Соловьев, Дмитрий Киселев, Скобеева, Попов, Киосаян, Бабаян и другие мерзавцы, которые за огромные бабки вдалбливали тупорылым россиянам, что украинцы это фашисты, НАТО хочет напасть на Россию, украинцы спят и видят, как бы России не было и так далее. Они все получат сполна, эти пропагандисты, этот информационный спецназ, эти люди, которые виновны в массовых смертях украинцев. Как относитесь к Маргинштерну? Хорошо отношусь к Маргинштерну, хороший он пацан, трогательный, не всегда может в политике разбираться, но он человек. Так, как вы относитесь к Таджикистану, народу Таджикистану? Ну прекрасно, но как можно плохо относиться к странам и к народам? Я вообще этого не понимаю. Дмитрий, будут ли интервью с Иларионом? Конечно, с Андреем Николаевичем будем делать интервью обязательно. Америка с вами, да, мы это видим. Мы это знаем, понимаем, чувствуем. И мы благодарны Соединенным Штатам за эту прекрасную такую помощь, которая идет от души. Вы даже года не продержитесь, попридержи язык, ложь всегда наказуема. Это привет из России. Ну хорошо, будущее покажет, кто сколько продержится и кому надо попридержать язык. Так, как быть Израилю, когда Иран начнет его атаковать? Я думаю, что Израиль настолько силен в военном плане, что Иран не начнет его атаковать, побоится. Спасибо. Пишут на казахском. Алга-казак, Алга-Украина, Атан-казак, ни шагу назад. Правда, за нами Алта-Украина. Чувствую что-то очень хорошее. Благодарю братьев-казахов. Так, это прямой эфир или запись? Ребята, это запись. У нас сейчас 19.32 в Киеве. Вот мы записываем. Прямой эфир у нас, поэтому нет. Это правда, что Тищенко будет возглавлять группу по восстановлению Украины. Над нами издеваются. Я не слышал такого, честно. Не могу комментировать, не слышал просто. Дмитрий, мне нравится цвет ваших глаз. А так? Спасибо, пошутил. Так, Олеся, привет с Казахстана. Обязательно передам. Ребята, украинцы, простите наших, если возможно, мне невыносимо паршиво. Это из России нам пишут. Я вам благодарен за это письмо. Я получаю огромное количество аналогичных писем из России. Россияне разные, простые и не очень простые. пишут, простите нас, мы не несем ответственности, мы не начинали эту войну, мы не хотим войны, мы ненавидим Путина. Я знаю это, и мы очень ценим это. Мы это знаем и ценим. Слава Украине, как Москаль говорю. Ну вот, спасибо. Так, мне нравится цвет ваших волос, пишут. Ну так меня давно не поддевали, хочу вам сказать. Спасибо за нравится и за волос. Дмитрий, как вы относитесь к интервью Розенбаума? Второй вопрос уже. Интервью Александра Розенбаума вышло на одном из YouTube каналов. Я его внимательно посмотрел, и лучше бы я это не видел, если коротко. Я никогда не брошу камень в Александра Розенбаума, потому что с ним пройдена жизнь, и очень многое с ним связано. Но лучше бы я это интервью не видел, и лучше бы я того, что он говорил, не слышал.